Мы сегодня будем говорить о капитализме и о критике капитализма, о том, что анархисты думают о капитализме, почему мы выступаем против него, какие у него минусы есть и какие могут быть альтернативные способы организации общества, тоже немножко поговорим, но не сильно много, это будет на других занятиях. Я в своей части расскажу, как работает капитализм, немножко дам марксистской теории, потом расскажу, почему анархисты критикуют марксистскую теорию, добавлю анархистский взгляд на капитализм и немножко расскажу о том, как капитализм влияет на личность человека, формирует наши отношения с миром, друг с другом наши взгляды на мир. Значит, с чего бы я хотела начать? До того, как я начну рассказывать вообще, как появился капитализм и в какой момент, я хотела упомянуть ту очень интересную идею, которую я нашла у Дэвида Гребера, такого анархистского антрополога. В современном таком неолиберальном дискурсе, неолиберальном парадигме часто считается, что рынки и государства – это две противоречащие друг другу концепции. То, что государство призвано регулировать рынки, ограничивать их, а рынки призваны быть свободными и бороться с государством. Но Дэвид Гребер говорит о том, что он исследовал первые государства, появление первых государств, и на самом деле рынки появляются одновременно с государствами. Почему? До появления денег и рынков люди в основном жили в довольно маленьких сообществах, и экономика происходила на уровне обмена. То есть там вы сегодня даете соседу репу, завтра или послезавтра вам понадобилось дерево, вы приходите к соседу, говорите, помнишь, я тебе дал репу, он такой, о да, держи дерево. И примерно так выстраивались экономические отношения между людьми. Но как только начали появляться люди с большой властью, они начали создавать армии для соперничества друг с другом, для захвата больших земель и для завоевания других ресурсов. Чуть попозже. И когда начали появляться армии, армии нужно было обеспечивать. Армии – это были очень большие скопления людей, часто которые путешествовали и у которых не было этих личных связей, когда они могли прийти к своему соседу и сказать «дай мне, пожалуйста, репу». Поэтому короли начали штамповать деньги, то есть какие-то символические предметы, которые могли показать, что вот этот человек принадлежит моему государству, мне, и, пожалуйста, обеспечьте его потребности. Так начали появляться деньги, и с деньгами, собственно, начали появляться рынки. Люди начали пользоваться деньгами, появились рыночные отношения. И мне кажется, это очень интересная идея, потому что это показывает, как рынки начали появляться, по сути, в результате какого-то использования насилия. То есть армия – это было насилие, и они поспособствовали созданию рынков. Вот. Я буду рассказывать довольно основные вещи, не буду углубляться в какой-то марксистский анализ сегодня. Поэтому, если вы уже что-то знаете про марксизм или капитализм или анархизм, то, возможно, для вас что-то будет очевидно. Значит, как появился капитализм? Капитализм пришел на смену феодализма в европейских обществах, по крайней мере. Он начал появляться примерно в шестнадцатом веке, и его становление завершилось в восемнадцатом веке. То есть, к восемнадцатому веку он феодализм уже уничтожил. Но, естественно, он менялся уже на протяжении истории и становился, принимал разные формы. Что привело к появлению капитализма? Значит, после чумы в Европе и после открытия Америк очень большое влияние приобрели купцы, которые начали накопление какой-то собственности, капитала. И это привело к тому, что феодальная система перестала работать. Люди начали, влиятельные люди, это обычно были те же самые купцы или люди, которые уже имели власть, то есть там условно феодалы или военные, начали заниматься первоначальным накоплением капитала и приватизации земли. Что это значит? В феодализме люди работали на земле феодала, но у них также очень часто были свои собственные средства производства. Своя земля, какой-то скот, возможно, это были ремесленники, у которых были свои средства производства. И они имели возможность получать деньги за то, что они производили. При первоначальном накоплении капитала эти земли приватизировались силой с помощью государства очень часто. То есть государство просто, как в Англии, например, выстраивало заграждение, говорило, что вот эта земля была общая, вы могли ей пользоваться, теперь она вот этого человека и вы не можете ей пользоваться. И люди перешли от продажи трудов, продуктов своего труда, то есть то, что они вырастили, то, что они выдаили у какого-нибудь животного или произвели, к продаже собственного труда и времени. Так появляется наемный труд и это, собственно, становится началом капитализма. Также в этот момент начали появляться национальные города-государства. Они начали появляться в 17-18 веке, что было вызвано централизацией. То есть власть скапливалась в каком-то одном месте, появлялись границы государства. У глав государств, которые на тот момент были короли чаще всего, появлялась мотивация собирать налоги с людей, занимающихся наемным трудом, и они выстраивали границы, чтобы определять территорию, на которую они собирают налоги. Капитализм привел к индустриализации, поскольку технологии развивались. Мы чуть дальше будем говорить о том, что капитализм всегда стремится к приумножению капитала. Капиталисты искали новые пути приумножения, развивали технологии. И так появился у нас век индустриализации в 18 веке. Появились большие заводы, фабрики, на которых люди уже могли в больших масштабах продавать свой труд. Появилась еще большая специализация труда и автоматизация. Колониализм и рабство также сыграли большую роль при капитализме. Благодаря колониализму и захвату земель, например, в Африке или в Америках капиталисты получали как новое сырье, так и новые рынки сбыта, что было выгодно для приумножения капитала, и поэтому они стремились к захвату все новых и новых земель. А рабство в Америках, например, было очень важным способом производства капитала. И такой одной из опор капитализма для Америки, потому что, как мы будем говорить, капиталисты всегда стремятся сократить растраты на производство и увеличить прибыль с этого производства. А рабство как бесплатный труд было одним из лучших способов это сделать. Основные характеристики капитализма. Как вы, наверное, знаете, это разделение в теории, которая появилась давно, на два класса. Это капиталисты и рабочий класс. Чем они отличаются? У капиталистов есть средства производства, они ими владеют. У рабочего класса средств производства нет, поэтому они вынуждены продавать свой труд, чтобы выживать, зарабатывать на жизнь. Что такое средство производства? Понятно всем? Кто-нибудь мне может ответить, что такое средство производства? Станки. А что-нибудь более актуальное, типа, для 21-го? Ну, компьютер, может быть, средством производства, да, предположим. Но я бы скорее назвала это уже организованный бизнес, как средство производства. Apple Store. Да, Apple Store. Мне кажется, это уже выстроенные, типа, бизнес-структуры, которые работают и в которые вы приходите, типа, продавать свой труд. То есть, условно, какой-то стартап уже можно назвать средством производства. Вот. И цель капитализма – это рост капитала. То есть, капитализм всегда стремится к получению как можно большей выходы, выгоды. И обычно он делает это посредством уменьшения расходов на само производство и увеличением цены на конечный товар. Вот. Этот момент, что капитализм всегда стремится к получению как можно большей выгоды, и капитал всегда стремится приумножать сам себя – это очень важная, как бы, идея для критики капитализма, потому что проблема в том, что у капитализма нет какого-то стоп-крана. По крайней мере, как мы видим на практике. То есть, капитализм всегда будет стремиться к росту, производству, увеличению этого производства. Даже когда, как будто нам уже достаточно, как бы, товаров, капитализм все равно будет стремиться приумножать свой капитал. Да? А вот мы говорим о целях капитализма. А в данный момент мы подразумеваем, что капитализм – это что? Это философия, это экономическая система, это идеология, это набор людей, которые составляют собой капитализмом. Что это за понимание? Нет, это скорее как идеология экономическая система, потому что набор людей, как бы, ну, то есть, не хочется винить конкретных капиталистов в своих действиях, потому что их действия чаще всего продиктованы уже существующей экономической системой. Вот. И если мы говорим о целях капитализма, то это скорее цели, вот, идеологии экономической системы. В основном, мне кажется, что если российских капиталистов следует за ней какой-то идеологии капитализма, они в ископах не будут. Ну, если вы спросите у любого, ну, не у любого, но, скажем, у 99% владельцев средств производства, у которых есть наемные работники, стремятся ли они к увеличению постоянно своего производства, они ответят вам положительно. Вот. И это, этот постоянный рост производительности, он часто совершается за счет эксплуатации людей. И что более, еще более актуально, мне кажется, сейчас эксплуатации ресурсов и природы особенно, вот, потому что, как бы, экология, она не может выдерживать постоянный рост производства. И вот тут я вставила картинку, одним из хороших примеров того, как это работает, является быстрая мода, если вы знаете, что это такое. Это компании, которые производят одежду, которые направлены в основном на средний класс, например, H&M, Zara, Mango и вот такие бренды, которые вы, наверное, знаете. Они выпускают одежду каждый сезон, и эта одежда, собственно, предназначена для того, чтобы существовать только один сезон, и потом ее выбрасывают. Вот. И очень часто она оказывается вот в таких, на таких свалках. При этом само производство этой одежды происходит в неэтичных условиях. Она в основном производится в странах глобального юга, и там права работниц и работников не соблюдаются. Они работают в очень плохих условиях, в разваливающихся фабриках, при высокой температуре, почти без перерывов, с очень маленькой зарплатой. И оно также очень сильно вредит экологии, потому что краски, которые используются в производстве этой одежды, очень часто загрязняют воду, загрязняют воздух, вот, и так далее. Пойдем дальше. Значит, теория прибавочной стоимости просто, как бы, это одна из основных вещей, когда мы говорим о капитализме, поэтому я подумала, что надо об этом рассказать. Возможно, вы уже об этом знаете. Это написал Маркс. Он говорил о том, что само по себе сырье, естественно, не имеет никакой ценности, и ценность оно приобретает только с трудом рабочего. То есть он приводил, например, такой пример, что если мы возьмем дерево, оно для нас не имеет никакой… Он использовал… Сейчас use value. Он разделял два вида ценности. Ценность использования и ценность обмена, скажем так. И вот он говорил о ценности использования. Он говорил о том, что сырье для нас само по себе не имеет никакой ценности использования, но если это дерево взять и сделать из него стул, оно обретает ценность использования за счет труда рабочего. При этом при капитализме у капиталиста есть средства производства, которые он рабочему предоставляет для производства этой прибавочной стоимости, но рабочий не получает выгоду от производства этой прибавочной стоимости. То есть капиталист продает стул, но рабочий не получает всю стоимость стула или даже там 80% стоимость стула. Большинство прибыли идет в карман капиталисту. И Маркс говорил о том, что это несправедливо, и рабочие должны получать полную стоимость своего труда. Да? Как эта теория рассматривает полностью автоматизированные линии по производству чего-нибудь? Например, завел сырой у нет, получил бы не было. Современные марксисты говорят о том, что машины не способны производить прибавочную стоимость новую. При создании машины, машину создает человек, в нее условно закладывается какая-то часть условно-прибавочной стоимости, и это ее жизнеспособность. То есть машина в определенный момент изнесется, перестанет работать. И эта машина тогда, этот станок или какая-нибудь автоматическая рука, только распределяет ту прибавочную стоимость, в которой у нее заложено человеком. И когда она закончится, все, прибавочная стоимость закончена. Я нашла график американской экономики, посвященной. Он сравнивает рост производительности с почасовой оплатой труда в Америке, сейчас скажу, с 1975 по 2012 год. Вам должно быть тут видно. То есть мы видим, что производительность растет, как и должно происходить при капитализме, а почасовая оплата труда с поправкой на инфляцию не особо растет и даже падает скорее. Маркс также говорил о том, что в капитализме изначально заложен цикл подъема и рецессии, потому что… сейчас объясню. Значит, у нас есть рабочие. Они своим трудом производят какой-то товар, товар продается, они получают зарплату. Потом они получают зарплату и на эти деньги покупают какой-то другой товар. Если у них слишком мало денег, их покупательная способность падает. А капитализм, как мы помним, всегда стремится к уменьшению расходов на производство, поэтому капиталистам обычно выгодно платить им меньше. Их покупательная способность падает, появляется на рынке переизбыток товара, происходит рецессия, экономика рушится. Капиталисты становятся все плохо. Капиталисты понимают, что надо выкарабкиваться из этого кризиса, начинают больше платить своим рабочим, но тогда вырастает стоимость товара за счет того, что они платят больше своим рабочим. И опять же, стоимость товара растет, покупательная способность рабочих уменьшается, и это опять приводит к кризису. В итоге у нас, по крайней мере, Маркс говорит о том, что капитализм всегда обречен быть в цикле кризиса и роста. Но я буду дальше говорить о современном капитализме, и современный капитализм на самом деле как будто нашел для этого выход, по мнению некоторых исследователей. Я скажу об этом чуть позже. Теперь мы поговорим про анархическую критику марксизма. Перед этим я хотела сказать, что современный капитализм очень сильно зависит от государства. Я говорила вначале, что очень часто первоначальное накопление происходило с, скажем, разрешением и часто помощью государства. То есть земли приватизировались, средства производства приватизировались часто за счет государственного насилия. И сейчас государство тоже поддерживает капитализм, во-первых, тем, что легитимизирует его существование и опять же использует насилие, когда люди, если вдруг люди пытаются бунтовать против капитализма. И во-вторых, тем, что часто обеспечивает создание новых рынков через какую-то колониальную политику, империальную политику и так далее, империалистскую политику и так далее. Возможно, например, я могу привести в пример то, что во время протестов Black Lives Matter в Америке, хотя они не были антикапиталистическими по своей природе на тот момент, очень большим дискурсом было повреждение собственности, что эти люди повреждают собственность, и поэтому надо их останавливать, используя полицейское жесткое насилие, потому что так нельзя. Вот. Значит, почему анархисты критикуют марксизм? Вот. Я разделила критику анархистов на две вещи. Одна из них относится к самому анализу капитализма Маркса, а вторая к тому, какие стратегии он предлагает для борьбы с капитализмом. Вот. Начнем с анализом. Значит, во-первых, анархисты говорят, что Маркс, когда говорит о классовом угнетении, о том, что капиталисты угнетают рабочий класс, пренебрегает он другими видами эксплуатации при этом. То есть это эксплуатация государства людьми, использование государственного насилия против людей. Это эксплуатация, например, темнокожих людей, хотя, как я упоминала, например, такие явления, как колониализм, империализм тоже очень хорошо объясняются капитализмом. Эксплуатация женщин и другие виды эксплуатации, эксплуатация животных, например. Вот. Маркс о них не говорит, и анархисты его за это критикуют. Также у анархистов могут очень сильно отличаться взгляды на труд от Маркса. Маркс говорит о том, что труд для человека – это естественная потребность, что человек должен трудиться. И он говорит, что капитализм на самом деле отчуждает человека от труда, потому что, во-первых, человек часто продает свой труд и не заинтересован, поскольку он делает это ради выживания, то он или она не заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом труде. Они не получают прибыль от своего труда, и это отделяет человека от результата труда. И поэтому человек отказывается в ситуации отчуждения. Но в общем и целом Маркс говорит о том, что люди хотят трудиться в кооперации добровольно, и это наша естественная потребность. То есть многие или некоторые анархисты с ним не согласны. И я думаю, моя софасилитаторка еще об этом скажет. И также они говорят об экономическом детерминизме. Маркс, как известно, был материалистом, то есть он верил в том, что наши экономические условия определяют нашу жизнь и наши взгляды. И анархисты говорят о том, что это очень узкий взгляд, и есть много факторов, например, медиа, публичный дискурс, религия, образование, которые тоже могут влиять на наше мировоззрение и так далее, а не только экономические факторы. И что касается методов. Маркс, наверное, всем известно, как бы вдохновлял Советский Союз и Китай и так далее. Он говорил о том, что нам нужна диктатура пролетариата, которая приведет нас к коммунизму, бесклассовому обществу, где все будут счастливы. И анархисты, естественно, критикуют такой расклад вещей. Они критикуют его за централизм и этатизм, то есть передачу власти централизованному государству и какому-то аппарату бюрократическому управлению, потому что анархисты считают, что власть должна быть поровну распределена между всеми участниками общества. И я вот читала про такой пример, там говорят, представьте просто рабочую ассоциацию, которая борется за права рабочих. Если в этой ситуации у нас все равно есть иерархическая структура, то есть есть главные представители, какой-то главный совет или один лидер, и есть остальные люди, то все равно труд этих людей по борьбе с капитализмом будет приносить такой так называемый социальный капитал, то есть внимание, власть, какое-то уважение со стороны людей, лидером этой организации, а остальные участники и участницы не будут получать так же много социального капитала. Поэтому то, что он не противоречил этим иерархиям, тоже как будто противоречит самой его идее о том, что прибавочная стоимость должна распределяться поровну между всеми. Также Маркса обвиняют в догматизме, то, что его способ создания коммунизма или пути к коммунизму самый главный, он считал, и что нет никаких других возможных способов. И возможно то, что все эксперименты по созданию коммунистических государств провалились, можно связать с этим догматизмом, потому что люди часто не отталкивались от реальных условий, в которых они находились, а старались все делать условно по идеологии, книжкам оторванных, которые не писались в тех условиях, в которых эти люди находились. Вот. Ну и про иерархии я уже сказала, что сам по себе марксизм не противоречит созданию иерархии. Значит, современный капитализм и нелиберализм. Естественно, в нашей жизни мы, наверное, очень редко сталкиваемся с тем, чтобы кто-то на заводе делал стулья. Ну, хотя, естественно, до сих пор есть рабочий класс, который работает на заводах. Вот. Но многие из нас заняты в немного других сферах. И интересно посмотреть, как капитализм функционирует сейчас. Вот. На слайде я написала основные характеристики современного капитализма. Нелиберализм – это, собственно, главная идеология, я бы сказала, политическая, в которой мы находимся сегодня. Она характеризуется тем, что основной ценностью общества или устройством общества считается свободный рынок. И в ней свободные индивиды делают какие-то выборы. Государство в этот рынок не должно вмешиваться. Хотя, как я уже упоминала, государство, наоборот, часто действует в интересах капитализма и различных бизнесов, компаний. Вот. Или капиталистического класса в целом. Вот. И оно, также, политика жесткой экономии обозначает, что государство уменьшает расходы на какие-то социальные программы, например, там, бесплатная медицина, бесплатное, еще что-то, бесплатное образование. И приватизирует эти области, то есть передает их в руки капиталам. Что еще важно сказать? По идеологии капитализма, скажем так, люди, которые описывали идеи либерализма, которые в какой-то мере сопровождают капитализм, говорили о том, что конкуренция приведет к появлению качественного продукта на рынке. Люди будут, те, кто больше всего захочет иметь этот товар, они его получат, спрос и предложение будут сами себя регулировать. Но на данный момент мы видим, что мы живем в мире огромных корпораций-монополий, которые захватывают огромные доли рынка. Мне кажется, хорошим примером являются, например, информационные компании, как Facebook или Google, они на данный момент настолько огромны, что любая конкуренция, которая у них может появиться, они либо выкупают ее, либо повторяют те же самые технологии в своих технологиях. И таким образом эти компании в итоге оставляются без конкурентов, и конкуренция больше не является для них мотивирующим фактором. Современные исследователи пишут о том, что теперь для компаний в наше время характерен переизбыток капитала. То есть они часто производят настолько много капитала, что не могут его потратить. А накопление капитала, хотя и как бы в итоге случается, потому что капитала настолько много, в капитализме не является умным решением. Обычно капитал нужно инвестировать. И в итоге очень часто компании его инвестируют не в рабочих, потому что если у рабочих покупательская способность вырастет очень сильно, то капитализм не будет действовать, и они не будут работать. У них появится больше свободы выбирать рабочее место. Поэтому они часто инвестируют в менеджерский состав, нанимают все больше и больше менеджеров. И Дэвид Греббер очень много пишет, например, о бюрократизации капитализма, о том, что у нас появляется эта огромная структура, что типа есть менеджер отдела, потом менеджер под отдела, еще один менеджер. И это все вливается в какую-то бюрократию, которая обычно ассоциируется с коммунистическими странами, как раз социалистическими точнее. И также часто излишки капитала могут идти, например, на военные расходы в государствах, потому что это область, которая всегда требует много денег, и в которую государство готово вкладываться. Вот, и в другие области. Одни из характеристик современного капитализма – это прикариат и долг. Прикариат – это некоторые выделяют как новый класс. Это люди, которые даже менее защищены, чем рабочий класс, потому что у них, например, нет постоянного места работы. Они либо фрилансеры, либо заняты в платформенном капитализме, как я уже упоминала, либо они заняты, например, в сфере услуг, где тоже есть практика разных видов рабочих контрактов, которые не до конца защищают своих сотрудников. И они чувствуют себя наиболее уязвимыми, потому что в любой момент они могут быть уволены, потерять работу, потерять средства к существованию. Вот, и часто очень люди, как и прикариат, так и средний класс, так и рабочий класс, оказываются в долгах. Это, наверное, больше, хотя для наших стран, мне кажется, это тоже характерно, но для западных стран это прям очень большая проблема, потому что почти у всех все берут кредиты на покупку дома, например, и в итоге часть их дохода просто уходит на оплату долгов. И Дэвид Гребер, опять же, сравнивает это даже с феодализмом, потому что при капитализме ты хотя бы продаешь свой труд, и капиталист забирает свой труд, твой труд, а тут просто типа 15% твоих доходов банк забирает себе без каких-либо посредников, без какой-то процесса операции побочной. Вот, хотела еще немножко рассказать о том, как капиталист формирует личность. Как я упоминала, Маркс во многом говорил о том, что типа наши материальные условия влияют на то, как мы живем, и то, как мы мыслим. Анархисты тоже об этом говорят. И анархисты отмечают следующие вещи, которые происходят в обществе из-за капитализма. Значит, в первую очередь это отчуждение для анархистов и анархизма самым как бы большим фокусом, когда мы говорим об отчуждении, является отчуждение людей друг от друга. Например, при первоначальном накоплении, когда люди начали продавать свой труд, а до этого они это не делали, сообщества, которые были очень тесно связаны, например, какая-то деревня или небольшое поселение, или даже семья, людей как бы выдергивали из этих сообществ, потому что они шли в города искать работу наемную, и тем самым разрывали связи между людьми, которые создавались. А в данный момент из-за конкуренции, того, что капитализм как бы очень хвалит, стимулирует индивидуализм и заботу о своем собственном интересе, и незаботу или конкуренцию с другими людьми, люди отчуждаются друг от друга и проявляют эгоизм, например, или жестокость ради того, чтобы преуспеть в капиталистической системе. И анархисты видят это как очень большой минус, потому что это не позволяет людям кооперироваться друг с другом и бороться против какого-то неравенства, против насильственной власти, которую против них используют. И капитализм это часто используют с группами людей тоже. Например, как будто у рабочего класса иммигрантов, которые часто по сути тоже являются рабочим классом, должны быть общие классовые интересы. Но государство часто использует мигрантофобный дискурс, чтобы не позволить этим двух группам объединиться и вместе бороться за свои классовые интересы. И настраивает рабочих против мигрантов, говоря, что они будут красть их рабочие места и так далее. Вот. Объективация и комодификация. Что это значит? При капитализме все превращается в товар. Поскольку цель капитализма – это наращение капитала, чем больше вещей становится товаром, тем лучше для капитализма. Как пример я могу привести современные соцсети и рекламу. То есть, когда вы проводите время в социальных сетях, ваше внимание становится товаром, который получают и продают эти соцсети. Или, например, если более такой физический пример, сейчас страны в современном мире могут покупать право на выброс углекислого газа, и это право тоже становится товаром, тоже комодифицируется. Вот. Капитализм представляет свободу как свободу выбора и свободу потребления. То есть чаще всего, когда вы говорите о свободе в рамках капитализма, вы говорите о том, что я могу заплатить деньги и получить, что хочу. Но часто выбор сам по себе этот ограничен. У вас есть либо такой вариант, либо такой вариант. И таким образом вся личность ваша сводится к потреблению. А это все-таки не единственная сторона человеческого опыта. Вместо личности создается потребительская идентичность. Весь комплекс маркетинга, рекламы, всех вот этих индустрий, которые задействованы на то, чтобы продать какой-то товар, они в современном капитализме работают на то, чтобы у людей какие-то черты определенных личностей, их желания, их мечты ассоциировались с определенным товаром, который они хотят вам продать. И таким образом весь спектр человеческого опыта, весь спектр вашего самовыражения сводится к сфабрикованным идентичностям, которые привязаны к определенным товарам. То есть если вы женщина, вы покупаете косметику условно, если вы мужчина, вы покупаете классные машины, если вы, не знаю, сознательный человек по экологии, вы покупаете многоразовые стаканчики и так далее. Вот. И я как раз хотела поговорить о замене политического действия потребительским и розовым капитализме, радужным капитализмом и зеленым капитализме. И я тут вот такой мем прикрепила. Как бренды видят моих друзей-геев и мои друзья-геи. Капитализм использует прогрессивную повестку, например, эмансипацию женщин, эмансипацию негетеросексуальных людей или заботу о ресурсах, о планете, для того, чтобы продавать вам еще больше товара. Капитализм говорит, что если вы, например, беспокоитесь об эмансипации животных, вам не надо совершать какие-то политические действия, организовываться, протестовать против каких-то экспериментов над животными, предположим, вступать в политическую борьбу, вы можете просто стать веганом в вашей обычной жизни, не есть мясо, не есть продуктов животного мира, и чем больше людей в мире станут веганами или веганками, тем меньше станет производиться мяса, и таким образом животных перестанут абьюзить, ну, как бы применять к ним на селе. Но это миф, как бы такого не произойдет. Я хотела это прокомментировать. Вопрос не в том, что, ну, когда мы говорим, мы, значит, осуждаем всех, кто стал веганом, потому что это ничего не поменяло, если просто я в том, что сейчас в том числе капиталисты очень любят переносить как бы с индустриальной ответственности, ну, то есть с ответственности внутри какой-то на личную ответственность, то есть если вы хотите не участвовать в чем-то, просто не делайте этого, и считается, что личное там, если я сортирую мусор, вот ответственность, да, то есть я делаю планету лучше, хотя 70% отходов, которые застреляют в планету, это индустриальные отходы. И никто не говорит капиталистам, эй, алло, хватит производить, нет, мы должны, ну, то есть как бы вот эта личная ответственность, и она относится к различным диетам, да, то есть это не хорошо, не плохо, это имеется в виду, что структурно капиталист, так как капитализм и внесение животных, разных людей и так далее не победить, то есть об этом речь, и это нужно всегда как бы отслеживать в риторике и дискурсе, который пропагандируется, потому что мы никогда не слышим обвинений в сторону, не знаю, огромных компаний, если мы их слышим, они очень быстро покупают еду для там черных детей в Африке, и покупают себе очередную, не знаю, там порцию лайков, чтобы все забыли какое-то предыдущее их прегрешение, ну, а мы продолжаем как бы чувствовать себя виноватыми в том, что происходит с планетой, то есть как бы нет, не индивидуальные, просто обычные люди виноваты в том, что происходит с планетой, планета виновата, ну, как бы, это виновата система, в которой мы живем, и мы не можем ее просто эскапизмом каким-то победить, то есть с ней нужно бороться и об этом говорить. Ну, и здесь еще важно заметить, что капитализм также использует как бы прогрессивную повестку и расширяет права, которые, например, раньше принадлежали только белым мужчинам-владельцам собственности на других, другие категории людей, только для того, чтобы также их эксплуатировать и сделать из них, опять же, потребителей и потребительниц, которые смогут потреблять товары. То есть, например, то, что женщинам позволили работать и позволили не быть замкнутыми только в приватной сфере общества, сыграло капитализму на руку, потому что прибавилась рабочая сила и прибавились потребительницы товаров. И то же самое, например, можно сказать про эмансипацию темнокожих людей или про там какие-то страны глобального юга, когда фонд МВФ приходит к ним и говорит, давайте мы дадим вам деньги, чтобы вы возрождали вашу экономику, но вы, пожалуй, ну, точнее, они дают им в толк, не полностью альтруистично, но вы, пожалуйста, делайте все, как мы вам скажем, по, типа, капиталистическим лекалам. Вот. А можно мне, знаете, сказать, что, действительно, потом я просто хотел спросить, я просто сам прям наблюдаю, что заводы, ну, век 2, я условно, да, они стали более экологичными, даже те же машины сейчас становятся более экологичными, те же пригоры, которые мы используем, они потребляют меньше энергии, ну, энергии, там, те же лампочки стоят, диоды, например, да, то есть, грубо говоря, я пренаблюдаю, что там до столетия, десятилетия производство стало более экологичным, чем было раньше. Я могу сказать, что, я наблюдаю, что... Я не отрицаю тенденции каких-то, и, естественно, но нам нужно понимать, почему рождаются тенденции против, условно, капитализма, большого роста и так далее, потому что есть на это противодействие, да, то есть какие-то люди, а именно что-то доходит, условно, до политической воли, когда уже начинается, как бы, государства начинают понимать, да, что каким-то образом им нужно менять этот дискурс и влиять на капитализм, и они это делают, но мы говорим про то, что завод по производству, не знаю, там, Теслы стал максимально экологичным, но при этом мы говорим о том, что теперь каждый должен иметь Теслу и очень хотеть этого, да, то есть мы не говорим о том, что снижаем вообще смысл нашей жизни, да, то есть, как бы, экология изменится, когда станут производить меньше, а не когда станут производить более зелено. И то же самое... Ну, я понял, о чем вы говорите, я просто, сколько знаю, сейчас наоборот, тоже идет как тенденция от людей, это секонд-хенды, это вот машины-шерлинги, да, то есть для того, чтобы меньше производить, как бы... Можно просто послушать последний самый... Ну, имею в виду тенденцию, тенденция. Последний самый тоже по проблемам экологии, там сказано, что даже в самом лучшем случае, если мы примем самые жесткие меры по озеленению всех производств, то все равно человечество будет раздеваться и не хочет быть самым даром. Ну да, при современных темпах производства глобальное потепление, как бы, неразрешимая проблема. При капитализме глобальное потепление нас уничтожит. Мы просто не сможем с этой экономической системой существовать на планете через сто лет. Вот. Не заводите детей. В следующей части мы рассмотрим различные архитические течения и как они относятся к собственности. Можно начать с первого течения. И это, собственно, Прудон и метеоризм. Прудон написал, собственно, книгу, в которой называлось «Что такое собственность?» и в этой книге он давал ответ, что собственность – это кража. Обосновывал это тем, что нет никаких справедливых принципов, которыми можно обосновать собственность. При этом Прудон был не против собственности и он разделял владение и собственность как разные вещи. И собственность он предусматривал что-то, от чего можно получать прибыль, либо что-то, чем можно эксплуатировать. А владение – это то, что получается при помощи труда или то, что необходимо для труда. То есть, условно, какие-то мелкие мастерские или земледельческие наделы – это входит в владение и против этого Прудон не выступал как собственность. Он рассматривал еще отказ от права наследования, потому что когда собственность наследуется, то это предопределяет возможности людей в будущем. То есть, условно, если кто-то получил наследство, у него есть больше возможностей, даже если он сам это не заработал или не может никак приложить свои усилия для реализации этой собственности. Саму экономическую концепцию Прудон рассматривал через народные банки, в которые производители приносят свои товары, обменивают их на боны и могут в этом банке получить за эти боны какие-нибудь товары, которые принесли другие производители. То есть, была коллективная частная собственность на большие производства, но на произведенные товары была частная собственность личная. И даже Прудон основал такой банк в 1849 году, и он насчитывал 12 тысяч участников, и акционерный капитал составлял 36 тысяч франков. Но этот банк просуществовал всего лишь два месяца, после чего Прудона арестовали, и он не смог больше управлять этим банком и закрыл его. Также Прудон и метеоризм, ну вообще метеоризм появился до Прудона, просто Прудон более развил эту концепцию, и в будущем метеоризм неразрывно связан с Прудоном и его теорией экономической. Прудон отстаивал свободный рынок, то есть он рассматривал конкуренцию как что-то мотивирующее людей. Он рассматривал, что собственность это что-то плохое, а антагонизм в своем собственности была общность, но общность тоже является плохим, потому что собственность это эксплуатация сильным слабого, а общность это эксплуатация слабого сильным, слабым сильного, потому что если собственность порождает какое-то неравенство и эксплуатацию, то общность порождает ленность и отсутствие какого-то желания развиваться и производить товары. Чуть позже Бракунин развил теорию анархоколлективизма, и в первую очередь коллективизмом он был назван, чтобы противопоставить его марксистскому коммунизму и прудоновскому метеоризму. Потому что он выступал и против государственного социализма марксистского, и против рыночных отношений метеоризма. Коллективная собственность предполагала то, что народные массы экспорприируют все заводы и все частные производственные мощности и начнут им управлять в рамках коллектива. Заработная плата при этом предусматривалась так, что каждый отработанный час — это какая-то заработная плата. И поэтому чем больше человек работает, тем больше он получает благ. И всю зарплату можно было тратить на коммунальных рынках, на которых были предоставлены различные товары. А кем управлялись коммунальные рынки? Коллективом. То есть это было как условно-коммунистическое общество уже. То есть частично коллективизм рассматривался иногда после критики коммунизма, анархокоммунизма, который мы рассмотрим на следующем слайде, как что-то, что может порождать неравенство за счет того, что получение зарплат — это товарно-рыночные отношения, товарно-денежные. То есть возможно накопление богатств. Накопление богатств приводит к созданию социального неравенства, которое в конечном итоге может вернуть нас обратно к государственному католическому строю. И, собственно, анархокоммунизм, который выступал с огромной критикой и бакунистского коллективизма, и прудоновского метеоризма. Потому что они утверждали, что собственность не может надлежать никакому коллективу. Ведь если ты отчужден от коллектива, то ты не получаешь никаких благ. А если ты не получаешь никаких благ, то ты уже не можешь существовать в этом эгоистическом обществе, потому что у тебя нет никаких средств для проживания. Собственность предполагалась принадлежать никому. То есть не только собственность производственная, но и товары, которые произведены были, они тоже принадлежали общей коммуне. Распределение благ в соответствии с этим было не по тому, сколько люди работали, а скорее, сколько им нужно. То есть Кропоткин утверждал, что если мы весь грабанный капитал, который существует сейчас, все города, дома и фабрики распределим равномерно на все общество, то мы не будем иметь никакого, то мы будем иметь полный достаток всех благ. Поэтому, собственно, был отказ от какой-то частной собственности во блоге коммун. И отказ от товарно-денежных отношений тоже был очень важным, поскольку метеоризм предполагал товарно-денежные отношения, а коммунизм его критиковал, поскольку это создает, опять же, любой рынок, даже социалистический, будет порождать неравенство и воссоздать государственный капитализм. Также критиковался коллективистский взгляд, потому что, как я уже сказал, возможно, люди будут отчеждены от капитала, если они не будут внутри коллектива либо союза. Также анархокоммунисты отрицают необходимость существования товарно-денежных отношений, ведь основной тезис товарно-денежных отношений лежит в том, что человек по своей природе ленив и эгоистичен. Анархокоммунисты отрицают это, что человек по своей природе никакой, человек такой, каким его создает социум, в котором он живет. И даже больше того, некоторые сторонники Кропоткина утверждали, что в человеческой природе не эгоизм и ленность, а стремление к взаимовомущи и труду. Я правильно зазумел, что сроки производства, которыми коррестаешься ты сам, это по канону? Да, ну это по прудонамскому канону. По прудонам. То есть по метеоризму он не отрицал какие-то мелкие лавочки и прочее, потому что он наставил на том, что должна сохраняться конкуренция. И поэтому твои личные средства производства и твой личный товар – это способ улучшить общество за счет конкуренции. То есть чем ты лучше производишь товар, тем он более покупаемым. И это к тому же конкуренция в его понимании выступала против монополистической концепции государства, потому что конкуренция создает множественность выбора. В то время как монополистическая концепция государства подразумевает один выбор и отсутствие какого-то развития. Похоже очень на представление Александра Лукашенко о частном бизнесе в Беларуси, что это люди, которые вяжут разные носочки, корзиночки и так далее. Возможно, на референдуме будет принята конституция о том, что Республика Беларусь теперь метеоризм, а не демократия. Поговорим сейчас про труд. Мне нужны два волонтера, которые скажут, один из них или одна из них не любит свою работу, ту, которой сейчас вы занимаетесь, и второй человек, который любит свою работу и тем, чем он занимается. И что нужно будет сделать, да? То есть не просто сказать «я люблю свою работу», а объяснить почему, да? То есть можете минутку подумать, за что мне нравится конкретно моя, не знаю, должность, профессия сейчас, тем, что я сейчас занимаюсь, или за что я не люблю свою работу, то есть чем она меня отталкивает, раздражает, заставляет нежелать на нее ходить. В общем, я работаю на производстве в отделе контроля качества. Мне очень нравится то, что на меня не давит сверху мое начальство. Оно дает достаточно большую свободу действий, только там минимально координирует. И из-за близости к рабочему, моей как работника близости к рабочему процессу со мной часто, вплоть до того, что могут советоваться люди, которые по дефолту компетентнее меня и выше по должности, и это как бы мне психологически накидывает какой-то значимости. Мне на всем предприятии, на всем предприятии я подчиняюсь только трем человекам, но так просто совпало, и мне как-то приятно это осознаваться. Ну, вообще, в принципе, мне нравится некая хаотичность моей рабочей, в работе, что я не прикручиваю гайки с утра до ночи, то есть у меня такой разброс, и из-за этого время проходит быстрее. Ну, и коммуникация с людьми, то есть я общаюсь с огромным количеством всех людей, то есть от каких-то там менеджеров до простых работников, поляки, там белорусы, украинцы, и, ну, это как бы тоже очень приятно. И тоже очень много людей, как бы у меня такая вроде как простая должность, но при этом очень много людей ко мне обращаются за какими-то мелочами, и это тоже мне как-то так, ну, не знаю, приятно. Поставляю чувствуешь свою важность, да? Необходи, то есть ты чувствуешь, что ты необходим. Иногда даже слишком, но... Хорошо. Я люблю, потому что там хорошие деньги, творчество, саморазвитие, ну, развитие области, и возможность работать в любой точке мира. То есть вы не привязаны к месту? Растете как профессионал, получаете хорошие за это деньги, и творите. Хорошо. Хотите ли добавить, кто любит работу, еще какие-то пункты, кроме тех, которые были названы? Вот из вашей сферы, может быть, что-то было не названо еще? Я могу. Что, например, работа, это равно идея и жизнь. То есть, как бы, ты закрываешь глаза на другие факторы, которые может быть, заработок, там, еще что-то, но, примерно, не представляешься его существованием этой работы, что, как бы, является ее таким главным плюсом. То есть, ты себя не представляешь абсолютно другой деятельности нигде. Хорошо. Ну, я бы хотел бы дать с того, что не назвал никто своей працией. Я приношу корысть людям. Именно я даю машину с эдукацией, сочинственной эдукацией, независимой. Угу, супер. Хорошо. Тогда мне любовь к работе. Ну, так, про работу, что в целом она упрощает жизнь людей. Ну, я, в частности, как-то свою, да, то есть, те операции, например, на которые в виде затратили раньше, там, в час, да, ну, я условно, они сейчас затратили меньше времени. Их больше времени будет, теперь, соответственно, он больше мог воспользоваться, как они хотят. Ну, то есть, тоже польза, да, какая-то? Ну, такая, да, польза, польза, вы на бедре. Угу. Хорошо. За что не любим? Я программист, я работаю на автоматизации и тестировании, я ненавижу свою работу. Многие, наверное, считают, что она такая крутая, но я, например, устроился туда работать, я вообще переспубликовался в специальности, потому что в Беларуси не нашел для себя возможности где-либо работать, нашел только две сферы после долгого мониторинга вакансий, когда борелся с предыдущей работы на дискурбе, что нужны только либо продажники, либо программисты. Вот с программированием, чтобы было не плотов, и просто становиться программистом. Ну, первое время это интересно, но потом ты просто понимаешь, что твой труд полностью бессмысленен. То есть большинство проектов, там, 99,9, они не приносят вообще никакой пользы человечеству, и созданы только для того, чтобы обеспечить какого-то односового владельца. Когда ты смотришь на то, как распределяются прибыли, потому что у них часто есть открытая отчетность, ты видишь, что там тебе прилетают какие-то жалкие кулачки, там, с барского стола, при этом владелец компании часто, например, ну, вообще очень мало влияет на развитие констата. Твой труд монотонен, ты уже, как бы, проработав, например, лет пять в этой специальности, ничего нового интересного для тебя нету, то есть ты просто сидишь и прозеваешь, там, чахнешь на этой работе, она уже интеллектуально становится отпутляющей, неразевающей, при этом, если что-то не получается, ты постоянно чувствуешь, что тут ты, потому что ты должен все знать, и вот этот богат знаний, который все человечество, вся в этой сфере, ты должен, как бы, постоянно ему соответствовать, если ты не соответствуешь, то вот эта корпоративная культура, она считает, что это твоя проблема, и постоянно ты должен, как бы, в такой вот конкуренции с самим собой пребывать, для того, чтобы там быть лучше всех, знать, что лучше всех все это показывать, потому что если ты показываешь себя не знающим, то тебя не поднимут заклады на торговую телевью, например, и так далее, и в итоге ты пишешь, что какие-то там скрипты целыми сутками, покупляющие, там, с года в год одни и те же, и ты не видишь даже результаты, как твоя работа хоть сможет могла, потому что, например, еще программисты, которые работают просто, пишут с вас, то они еще там, если они фронтент пишут, они могут там показать, почему-то посмотреть, что вот страничку сайт нарисовал, а твоя работа помогает там что-то протестировать, если ты это ее не сделал, то это просто не протестировали, похоже на потом даже не стало, то есть, по сути, я вообще не вижу никакого результата от своего труда. Спасибо, то есть монотонность, отсутствие результата, осознание то, что твой труд оплачивается по сравнению с прибылью, которую ты приносишь, да, или там, ну, в составе команды, мало, да, и бессмысленность. Угу, супер, мне кажется, что мы, в принципе, как бы вот, вот и смысл презентации, но я попробую сейчас это немножко затеоретизировать. Можно следующий слайд. Я хотела, да, ну, то есть, многие вещи сказали уже люди, которые выступали передо мной. В целом, наемный труд, я просто подумала, что, возможно, нужно будет еще раз сказать, что же это такое, поэтому вынесла это как пункт. Но в целом, вот сегодня мы даже когда общались, обсуждали, каким образом вообще можно, какое определение, да, можно выбрать. И я, когда полезла гуглить, мне предложил Google, там, выдержку из какого-то, ну, мне кажется, как будто трудового кодекса, и там было написано, что это какая-то производительная, ну, или производственная деятельность, либо, ну, там, совершение каких-то действий в рамках, там, определенных, там, профессиональных обязанностей, которая производится в интересах нанимателя и, как бы, оплачивается им, да. И мне показалось, что это… Я даже не думала, что я настолько правдивую, скажем так, трактовку найду прям, ну, вот. Ну, то есть, об этом вот прям напрямую пишут, да, что ты, как бы, делаешь что-то за деньги, и это абсолютно не соответствует, как бы, твой интерес – это только заработать, например, какие-то деньги на еду и на другие вещи, которые ты можешь купить. И, в целом, можно сказать так, что если мы говорим про работу, ну, то есть, есть понимание работа-труд, и это тоже, мне кажется, следует разграничивать, потому что, когда анархисты критикуют работу, они не обязательно критикуют труд как таковой, то есть, как какую-то производительную деятельность человека, ну, как сказать, никто в своем уме не критикует, как такое творчество, которое помогает действительно делать нашу жизнь лучше или доставляет нам удовольствие или облегчает ее, либо просто доставляет удовольствие тому, кто это делает, несмотря на то, что это может не нести никакой пользы для других людей. Вот, и, то есть, мы можем сказать, что работа – это такой наемный труд, в котором, целью которого является не сам процесс, да, а результат, а именно зарплата, да, то есть, как бы мы, ну, вот, хоть работа – это вот что-то, что мы делаем, не думая о том, как бы, что это для нас, мы хотим, вот, проверяем счет в банке, пришел ли аванс, да. Вот, и я буквально несколько слов скажу, то есть, про отчуждение уже говорили в первой части лекции, и я напомню просто, что отчуждение может быть, ну, скажем так, такое двустороннее, что ли, то есть, первое – это, что люди отчуждены от продукта своего труда, то есть, они не могут им распоряжаться, они производят, ну, это действительно ужасно, когда человек производит, не знаю, там, элитную мебель, и он не может позволить вообще себе даже на ней посидеть, да, как бы в реальной жизни, хотя это что-то, что он, как бы, там, делает своими руками, прекрасно знает, представляет процесс производства и так далее. И отчуждение как разделение или специализация труда, то есть, отчуждение от понимания, вот, как бы, наоборот, да, когда мы говорим, что один человек, да, который, например, сам делает стул дома, он представляет, как бы, от начала до конца вот этот процесс, и он знает, как его делать, он может в любой момент, как бы, ну, начать и закончить, и у него получится какой-то результат. Когда мы говорим о том, что происходит в основном сейчас на разумбичных производствах, мы говорим о разделении, да, о цехах, о отделах, о какой-то там конвейерной работе, где каждый человек сидит и выполняет, зачастую доходит до просто как бы смешного, очень монотонную, неприятную, ну, если мы говорим про какие-то технические специальности, там, конвейерное производство, то есть, 8 часов там или больше человек просто сидит и не знаю, то есть, я вот, например, работала когда-то в Германии на консервном заводе, и я могла выбирать между двумя линиями. Одна линия – это когда вишня идет еще с хвостиками, и машина отрезает ей хвостика, мне нужно смотреть, чтобы не… все, что с хвостиками, убрать, то, что машина не отрезала, и вторая линия – это когда уже без хвостиков я иду, и я смотрю, чтобы гнилые вишни туда не попадали, и были еще, то есть, там, третья линия – это когда ты подаешь банки, в которые она будет залетать, и четвертая линия – смотреть, чтобы все банки закрутились крышками, и некоторые из них иногда машина выбивает, когда крышка не закручена до конца, и ты должен быстро достать ее, и потом закрутить, и отправить, и потом еще сортировать, поставить по три вишенки, по три сливки, и по три клубнички для того, чтобы это уже шло в магазин. Вот, и добиться того, чтобы тебя перевели с одной линии на другую, это, ну, уходил месяц просто, потому что удобно, когда ты хорошо выбираешь гнилые вишни, потому что, как бы, другие плохо с этим справляются. Вот, то есть, я к тому говорю, что часто, ну, и здесь, понятно, это самая простейшая вещь, которую, в принципе, можно было заменять, но часто, когда мы говорим о производстве чего-то, это, ну, как бы, в принципе, было сделано в свое время намеренно, потому что капиталистам было выгодно ускорить процесс и сделать его максимально производительным и эффективным. И для этого они, как бы, быстро поняли, что достаточно обучить каких-то конкретных людей выполнять одно, типа, четкое, ну, или там, два-три четких действия, и, как бы, чтобы они хорошо разбирались в этой работе, вот, как бы, заспециализировать их, и, соответственно, тогда, как бы, у нас будет меньше проблем, да, то есть не нужно будет каких-то новичков, там, кто-то забыл, не понял и так далее. И к чему это приводит? К тому, что мало того, что это выгодно, ну, скажем так, для того, чтобы повышать вот этот прибавочный продукт, да, прибавочную стоимость, а второе – это выгодно для того, чтобы очень легко заменить людей, потому что для того, чтобы обучить человека какой-то, типа, очень простой деятельности, можно, ну, его можно заменить любым другим за два-три дня. То есть человек осваивает, например, эти, как бы, какие-то свои особенности этого труда. Вот, и, соответственно, человек, как бы, становится таким придатком машины, да, ну, если мы говорим про производство, да, про индустриальную какую-то деятельность. Человек очень быстро заменяется, то есть, ну, вот, когда мы говорим про винтики в систему, это как раз вот об этом. И, соответственно, что, как бы, что мы видим, да, что когда людей еще тем более, ну, как сказать, раз… Вот это отчуждение, оно прослеживается в том, что человек теряет понимание, а как вообще происходит, ну, то есть, как, например, от вишни с хвостиком получается консерва, потому что меня никогда не пускают в другой цех. И это действительно так, то есть я, когда сидела в одном цеху, как бы, я не знала, что дальше, я видела только баночки. Как это работает, это можно было там как-то договориться просто с каким-то там, кто там у них мастер, да, наверное, кто там главный решает. Вот. И что говорить, когда мы говорим про какие-то платы, про, не знаю, создание машины, еще чего-то, да, то есть это как бы все часто собирается вообще даже в разных странах, да, и там привозится просто как уже готовая деталь куда-то. И вот сейчас мы видим, да, вот эту, как сказать, глобализацию вот этого рынка, как она отражается, да, например, на санкциях в Беларуси, да, когда там какие-то конкретный какой-то винтик производится в Германии, и его там перестали поставлять, и теперь они там не могут вертолет собрать, да. То есть, с одной стороны, как бы для нас это, ну, как для людей, которые хотели бы, чтобы эти санкции вот так работали, это удобно, а с другой стороны, мы понимаем, что это все, ну, как бы очень сильно отчуждает, и наверняка люди, которые работают там где-то, да, они не знают, куда вообще этот винтик уходит и зачем. Анархисты также говорят о дисциплине, которая, в принципе, тоже в свое время специально была разработана, да, для рабочих мест, и если раньше эта дисциплина, она как раз таки была продуктом вот этой специализации и ускорения производительности, то есть необходимо было, чтобы человек за конкретное время выполнял какой-то определенный план, чтобы у него было определенное количество отдыха, чтобы он не занимался чем-то там попало на работе, а именно посвящал как бы все там свое рабочее время вот этому производству, и доходит, ну, то есть мы сейчас видим, что как бы на разных, то есть вот эта такая дисциплина, она очень похожа на такую достаточно тюремную муштру, и, например, вот Мишель Фукон, когда там писал свою работу про тюрьму и про наказание, он говорил о том, что тюрьма, их правила, организация физического пространства похожа на фабрики во многом, да, то есть действует та же схема, люди разделены по группам, выполняют определенные действия, определенные последовательности по строго оговоренному графику и находятся под иерархическим надзором в специально организованном пространстве. И Фуко говорил о том, что так существуют точно так же и школы, которые, в принципе, и готовят рабочего, да, как бы, или, ну, любого человека, который должен выучить вот эту дисциплину, поклонение старшему, главному, беспрекословное исполнение, покорность и пойти куда-то работать, чтобы, ну, как бы, как-то выживать. И вот эта жесткая дисциплина – это то, что тоже критикуется, как бы, анархистами, и вот Боб Блэк, это мы в прошлом занятии о нем говорили, как такого представителя, активного представителя такого анархоиндивидуализма, и у него есть работа, трактат об упразднении работы, по-моему, так она называется, и он говорил о том, что мы сейчас живем не в демократии и не в капитализме, мы живем, типа, в фабричном или офисном фашизме. То есть он очень высмеивал людей, которые считают, что они живут в демократии, где могут выбирать, что хотят, думать, что они живут в своей жизни согласно своему выбору, в то время как большую часть их бодрствующего времени они живут фактически в каком-то… они приходят в какое-то место, которое действует по строго выверенным, где-то даже фашистским правилам, где зачастую уже не только твое нахождение на месте или твои должностные обязанности регулируются, но и то, как ты должен выглядеть, какие-то там формы, как ты должен улыбаться, то есть уже контроль не только того, что ты делаешь, но и как ты делаешь, и с какими эмоциями ты это делаешь, да. И Боб Блэк говорил о том, что хватит подпитывать эту иллюзию, мы давно не оживем, то есть большая часть нашей жизни проходит вот в институциях такой муштры и в таких тюремной дисциплины. Мы говорили, тут затрагивался вопрос, я не хотела поднимать этот вопрос по поводу, когда там было принято, значит, 8-часовой день и так далее, но как раз вот здесь возник такой спор, могу дать вот как раз-таки, да, статистику, что как бы вообще 12-часовой рабочий день во Франции, например, только после французской революции, 1848 год, как бы и Маркс, например, и Энгельс предложили 8-часовой рабочий день в 1866 году, при этом только в 1918, ну как бы это, наверное, сколько, 40 лет, да, он был принят официально в Германии, когда там случилась революция, в СССР тоже в 1917 году, но тогда 8 часов работали 6 дней, то есть и сейчас нужно сказать о том, что есть такая конвенция об ограничении рабочего дня на промышленных предприятиях до 8 часов в день, она была подписана только в 1919 году, то есть 100 лет назад, и по состоянию на 2016 год она ратифицирована только 52-мя странами, то есть, ну как бы то, что мы работаем 8 часов, это действительно, ну как бы для нас такой постцовковый миф или такой постцовковый атовизм, в который мы все верим, что так есть везде, на самом деле не всегда так есть, и что как бы мир не заканчивается на, там, не знаю, Европе западной, и где, например, там, в Германии, по-моему, 7 часов, да, средний рабочий день, но опять же, когда мы говорим про длину рабочего дня, мы говорим о законодательно установленной длине, и уже как бы упоминали до меня о том, что сейчас существует миллионы просто рабочих, которые работают не по трудовому законодательству, без договоров, которые прикарные работники, фрилансеры и прочее, 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 для которых вообще не установлено никакое, ну, то есть, как бы они не регулируются вот этим законодательством, потому что они вынуждены, ну, и многие из них, да, действительно вынуждены работать на нескольких работах по 8 часов, например, ну, как бы они нигде не превышают, да, вот этой 8 часовки, но при этом они работают больше. Затрагивалась уже производительность, у первой докладчицы была схема тоже похожая, да, по поводу производительности и зарплат, у меня схема немножко другая, она касается продуктивности труда, и вы можете увидеть, что в 1950 году для того, чтобы произвести вот столько товаров и услуг, сколько потреблял человек для того, чтобы ему комфортно было жить, ему приходилось работать 40 часов, да, ну, то есть, это мы вот 40 часов в неделю, это 8-часовая рабочая неделя, и она, и вот для того, чтобы произвести столько, сколько 40-часовой рабочий в 1950 году, в 2000, там, ну, вот, наверное, до 2005, здесь, да, прослежено, необходимо было уже 10 часов в неделю, да, и когда нам постоянно говорят о том, что мы создаем рабочие места, необходимо больше производить, людей нехватка, там, товаров и ресурсов, полмира голодает, давайте все срочно больше работать, мы должны понимать, как бы, что это, опять же, капиталистическая логика, капиталистический призыв, и что мы можем сказать о том, что производительность труда росла так долго, да, и уже так давно, что сейчас она настолько высока, что она реально позволяет резко сократить рабочее время, не отразившись при этом сильно, да, на каких-то благах, которые мы получаем, и вот это, скажем так, ну, такая достаточно, как будто бы революционная мысль, многие ее, как бы, не хотят принимать, и что нам не нужно ждать будущего роста экономики, этот рост уже необходимый произошел, нужно просто посмотреть, да, и подумать, а почему же все-таки люди до сих пор работают, да, почему работают по 8 часов? Ну, вы все правильно сказали, что мы уже сейчас можем отказаться, но наши блага будут сравняться к 50-м году. не жили в пещерах, правда, и, нет, смотрите, to produce as much, да, то есть, как бы, столько же произвести, понятно, там, они как-то подсчитали количество каких-то товаров и услуг, ну, например, представили счастливое, там, happy household, да, счастливое быт какой-то семьи среднестатистической, и вот в 50-м году нужно было для этого работать 40 лет, сейчас у нас счастье какое-то другое, но при этом, ну, как бы, они посчитали, что для этого счастье тоже достаточно десятическое. Еще важно добавить, если это действительно американская статистика, то в 50-е годы в Америке люди намного легче могли себе позволить, например, купить дом или квартиру, чем сейчас, то есть, начиная, наверное, с 50-х, когда Америка приняла, типа, доктрину неолиберализма, люди вынуждены брать часто какие-то долги, чтобы позволить себе дом, или, например, снимать комнаты, там, жить с соседями, то есть для 40-30-летних людей сейчас достаточно типично жить с соседями, поэтому, как бы, 50-е годы, возможно, нам еще даже больше бы понравились, чем современные. Начнем говорить про «почему же так много», да? Это как раз-таки то, на что обращает внимание Дэвид Гребера, которому здесь уже упоминалось несколько раз. У него есть, кроме его книги «Долг», у него есть статья отдельная, также сейчас книга вышла на русском языке, «Бредовая работа» называется по-русски, ну, можно назвать «Бесполезный труд», ну, как бы, по-английски он пишет это «bullshit jobs», да, то есть, как бы, фиговые, да, хреновые, бесполезные, ненужные, и он говорил, что тоже нужно разделять, да, как бы, заграничивать «bullshit and shit jobs», да, то есть «shit jobs» – это, как бы, плохая работа, на которой ты плохо, там, получаешь, с тобой плохо обращаются, но ты при этом, скорее всего, производишь, ну, то есть, в основном на плохих работах работают, как бы, те, кто что-то действительно производит или приносит, как бы, ну, какой-то прок людям, да, то есть, не знаю, дворники, еще кто-нибудь, да, то есть, просто тех людей, которых, как бы, общество и капитализм не ценят. Мы поговорим об этом потом, почему, например, какие-то люди более ценны, оказывается, а другие нет. Ну, а «bullshit job» – это, собственно, бесполезная работа, это работа, на которой человек, которая, мало того, что, скорее всего, не приносит никакой пользы обществу, иногда приносит откровенный вред, плюс она, в основном, абсолютно не является необходимостью, да, для этого человека, она ему неинтересна, он сам чувствует ее абсолютную бесполезность, которая работает, я имею в виду, и дополнительно она, как бы, не приносит никакого удовольствия, и, ну, возможно, как бы, часто она может приносить какие-то деньги, но при этом, что он называет бесполезными работами, да, то есть, можно сказать, он называет, в первую очередь, раздутый финансовый рынок, различные уровни администраторов, менеджеров всех мастей, там, советчиков, не знаю, консультантов по оптимизации, там, коучей по производительности, сам, личному росту, там, весь, весь маркетинг, как бы, да, производство вот этих, не знаю, там, подумать о том, как нам сделать, чтобы ходили именно в нашу пиццу, давайте раздавать просто миллион, производить флайеров ненужных, которые все просто вот так вот выбрасывают, да, следом, то есть куча работы, и которая, в принципе, не является необходимым для существования общества, и при этом она существует, и люди часто, очень часто, как Гребер говорит, да, ну, понятно, он американец, и он говорил о том, что он часто встречался с людьми, которые, как бы, говорили ему, например, там, какие-то очень высокооплачиваемые адвокаты, ну, не адвокаты, например, юристы корпоративного права, например, которые ему откровенно говорили, что я не чувствую вообще никакого смысла в работе, которую я делаю, и я тут остаюсь только потому, что, как бы, я должен быть вот такой успешный, да, от меня, там, вот это ожидается, или, как бы, но это не та жизнь, которой я бы хотел жить, и Гребер рассуждает о следующем, да, он говорит, здравствуйте, вы нам обещали, в 1930 году рассказывали о том, что скоро технологии освободят мир, человек будет свободен, работать меньше, роботы начнут, как бы, все исполнять, где, да, до сих пор работаем 8, а то и больше часов, и, как бы, уже, наоборот, начинает считаться, что ты 8 часов работаешь, ну, как бы, нужно, можно и больше, можно же больше зарабатывать, тогда у тебя будет больше возможностей, и так далее, и он говорит о том, что, то есть, почему, да, капитализму это вообще, как бы, в принципе, невыгодно, вот, говорили до этого, что капитализм нацелен на то, чтобы минимизировать, да, свои затраты, удалить рабочих, которые не производят ничего, а находятся просто на рабочем месте, как бы, сидят, тупят, и, ну, ему приходится просто платить за что-то, и Гребер говорит, так, подождите, это, как бы, не капиталистическая логика, то есть, это не причина, то есть, она, скорее, противоречит капитализму, наличие таких неэффективных рабочих мест, и он говорит, что он видит в этом политическое и какое-то такое моральное, скажем так, причину, политическое, это, наверное, легко, да, догадаться, что, во-первых, до тех пор, пока существует, в принципе, денежно-рыночная система, мы понимаем, что мы не можем просто сказать, что, окей, вахтеры, не знаю, там, как бы, люди, которые сидят в, кто там, вот, в этих, в каких-то элитных подъездах и открывают домофон, консьержи, да, еще что-то, следующий, например, слайд, можно показать, ну, вот, что-то в этом роде, да, как бы, когда человек становится вообще, как бы, сам, ну, свое тело, он не продает не только свое время, но он сам превращается в какую-то ходящую рекламу, и это максимум, как минимум, унизительно, как максимум, ну, бессмысленно и бесполезно, и он говорит о том, что до тех пор, пока существует эта система денежно-рыночная, да, где человеку, человек не может просто сидеть дома, потому что, если он будет сидеть дома, и не выполнять никакую работу, он будет голодать и умрет, но, скорее всего, он не будет голодать и умрет, он начнет бунтовать, да, что у него нет денег, у него нет работы, поэтому основная цель государства, вот, в этом, как бы, поддержании кластера государства-капитализма, это дать рабочие места, да, создать какие-то хотя бы рабочие места, и поэтому это, там, самое лучшее обещание любого политика на выборах, это я создам всем вам рабочие места, да, то есть не всем, так многим, да, вот, и, как бы, собственно, вот это первая, да, политическая цель, это удержать людей, в принципе, ну, то есть, как бы, не дать им умереть, или, как сказать, не дать им умереть быстро, то есть они должны все-таки отработать свое, как бы, да, они до 60 лучше пусть не умирают, потом лучше пусть умрут, потому что пенсию можно не платить, вот, вот, и второй момент это то, что, когда мы освобождаем свое время, мы начинаем думать о том, что нам действительно хочется, да, мы начинаем думать и заниматься тем, чем нам действительно нравится, мы начинаем тоже требовать невозможного, да, мы хотим общаться, мы хотим взаимодействовать, мы хотим активничать, и зачем такие люди с освобожденным сознанием, которые уже не просто готовят себя после работы к следующему рабочему дню, да, и это все превращается в их цикл жизни, а которые просто поймут, что у них вообще другие цели, они могут жить лучше, они достойны большего, и это, ну, те же самые новые бунты, новые требования, да, это, как бы, не нужно, и когда мы говорим про моральную составляющую труда, о которой говорил Гребер, можно вернуться и поговорить немного о трудовой этике, и Гребер говорит о том, что сейчас, как бы, мораль трудовая, она настолько развилась, что считается вообще, как бы, когда первое, что тебя спрашивают, да, что тебя вообще определяет, это, кем ты работаешь, чем ты занимаешься, да, то есть не что ты, не знаю, из себя представляешь как личность, а кто ты, ну, часто еще можно спросить, сколько ты зарабатываешь, да, вот, или выбрать человека, там, не знаю, партнера по жизни, по количеству денег, которые он приносит, и, как бы, считается, что человек, который не работает, ну, если он вынужденно не работает, то, скорее всего, ну, он либо глупый, либо ленивый, ну, либо его можно немножко пожалеть, потому что, ну, например, его как-то там, может, у него есть какая-то причина, по которой он не работает, но если у тебя нет причины, по которой ты не работаешь, да, по которой ты, ну, отрицаешь и говоришь, я не хочу зарабатывать больше, я зарабатываю там работаю там два часа в день курьером и я не хочу быть банкиром зарабатывать там миллионы и мне достаточно этого тогда людям кажется что ты какой-то неудачник потому что ну это действительно странно и все что мы все что как бы любая деятельность человека меряется по тому потому работает он или нет да то есть если что-то что мы производим можно назвать работой это тогда ценно а если мы дома просто вышиваем бисером это какая-то фигня хобби там еще что то но мы не называем это работой да потому что это как бы не приносит деньги и не приносит нам какого-то котировок в сознании вот этой вот ну такой этики рабочий до которая присутствует что все что как бы ценно это только то за что платят деньги если тебе не платят и что-то деньги ты либо ты дурачок потому что ты не нашел способ это продать либо ты просто не достоин этих денег что ты делаешь какую-то фигню и еще вот есть такой манифест против труда который тоже будет указан литературе и там это коллектив который вы написал он вообще от очень как бы так препарирует вообще вот эту трудовую этику и говорит обратите внимание да сейчас мы говорим о том что как бы уже какие-то мы начали говорить вот есть репродуктивный труд например да когда за который не платят например женщина там часто женщина которая готовит стирает там еще что-то готовится всю свою семью для воспроизводства да то есть чтобы завтра все пошли на работу кого-то отправить в тюрьму школу вот и потом вернуться и как бы опять чтобы все на это как бы не платят и мы называем и начинаем называть это репродуктивным трудом или келорг да типа труд за труд забота трудозабота и вот ребята из этого коллектива говорят почему когда мы боремся за то чтобы мы чтобы что-то стало ценным или что-то признали важным нам необходимо назвать это трудом или работой чтобы потому потому что мы вот в этой системе до находимся и вместо того они говорят чтобы играть вот в эти лингвистические игры пытаясь подсунуть слово труд везде чтобы она хоть как-то стало ценным нам нужно наоборот деконструировать слово работа и труд и прекратить называть или ассоциировать себя с каким-то трудом и мерить по нему человека да то есть мне показалась эта мысль тоже достаточно интересной и еще можно тоже отметить вот в этой как бы морали трудовой есть мнение что например вообще в целом трудовая этика она как бы кроется в имеет религиозные корни то есть вот весь этот кальвинизм протестантство до которые пропагандируют то что в принципе ты никак не можешь знать что тебя ждет после смерти но ты можешь обеспечить себе ус то есть насколько ты будешь успешным на земле ты можешь как бы немножко себе там как бы подвысить да на небе планочку чем ты там будешь заниматься если ты не успешен на земле ты в принципе скорее всего попадешь ну как бы не в лучшее место после же после смерти и вот в протестантизме есть очень сильный такой трудовой как бы то есть а что такое успех это вот я делаю я создаю я там приобретаю получаю деньги еще и так далее и вот несмотря на то что со временем вот эти корни религиозные они где-то потерялись вряд ли они вот есть как бы в каждом из нас и мы там понимаем что вот это когда-то было так но они сохранились потому что это было выгодно просто да то есть если мы говорим что надо заставить людей делать какие-то бесполезные вещи и чтобы они этого хотели нам нужно как-то ну не знаю как-то это обосновать до дать им какую-то не знаю идеологию которая бы стояла за этим но интересно здесь что что например мы говорили раньше да что вот был маркс там вот рассказывали в собственности про анархо коммунистов и так далее если мы почитаем в принципе классических теоретиков да ну и даже там теоретиков которые сейчас пропагандируют например анархосиндикализм и в целом то есть мы можем увидеть там очень сильный такой ну не знаю рабочизм вот вот эта трудовая этика там как раз таки возводится в такую ипостась что мы гордимся да мы пролы да мы гордимся тем что мы рабочие мы не будем там носить какие-то классные не знаю рубашечки там часики до которые носят капиталисты потому что капиталисты гордятся тем как кто не есть да и вот они наши угнетатели мы будем конструировать эту гордость анти гордость да и то что вот у нас есть вот это вот идентичность рабочая она ну вот это очень сильно как бы вот эта идентичность она на самом деле была очень сильно в девятнадцатом в двадцатом веке ну в конце девятнадцатого тоже вот и как бы какие-то течения анархизма на самом деле его сохранили до сих пор то есть можно вы можете встретить людей которые будут говорить о том что им очень важно вот быть именно рабочим да то есть они намеренно не идут например там быть менеджером там будет презирать и и вот они будут как бы хотеть например либо вообще исключаться да из вот этой вот скажем так системы до капиталистической либо находить себе какие-то способы быть все время наемным работником да ни в коем случае там никем не управлять и так далее в этом есть как бы свою свою соль да но нужно понимать что есть как бы и другая часть анархистов да и в принципе они часто в антагонизме находятся потому что как вот уже раньше говорилось в принципе так и есть да капитализм это какая-то система в которой ну в которой нужно что-то сделать на системном уровне и мы не можем просто как бы делать вид что чего-то не существует если я там не не участвую в труде значит эксплуатации не существует да если я открыл свой маленький кооператив ну все как бы мы тут сами себе горизонтально делаем а все остальные пусть там борется за свои права вот но я хотела здесь поговорить вот почему в чем есть отличие про упражнение работы и упоминала боба блэка он на самом деле очень жесткий критикан вообще всего и его многие не любят ну многие анархисты но при этом как бы его любую его работу читать вообще стоит потому что он не камня на камне не оставляет на любом догматизме и он подмечает очень такие вещи которые часто не видны за вот таким системным взглядом что ли вот и боб блэк он как бы написал вот этот трактор от трактат про упражнение работы еще восемьдесят третьем году то есть он как бы гребер недавно написал вот эти бредовые работы свои и поэтому он немножко повторяет даже боба блэка да а вот боб блэк чуть-чуть раньше и что говорил боб блэк да что он как я сказала он говорил про дисциплину и он говорит он различал работу и игру работа это не добровольная производственная деятельность которая там отчужденная ну и вот все вот тоже о чем я упомянула что такое игра но естественно не говорит что это детская игра где мы просто бесимся забавляемся и как бы вот так вот проходит жизни кто-то нас кормит когда мы приходим домой да вот как мама нет он говорил о том что игра это своеобразная такая как бы способ организации своей производственной деятельности в котором основное наслаждение это процесс в котором ты участвуешь и он говорит что вы можете найти людей которые уже даже сейчас если они не дни отчуждены от своего от своей работы им нравится например создавать что-то больше чем видеть что они создали например да и мы часто говорим ну и вот это то что возможно мы услышали здесь да когда человек возможно ассоциирует себя с какой-то идеей которая ему его самого развивает и он видит себя как бы и вот этот процесс как не знаю его наполняющие чем скорее чем опустошающий да и бабла говорил об этом и он говорил о том что свобода свободного времени когда мы говорим вот у нас есть досуг когда мы можем поиграть да он говорил что это просто свобода работодателя от оплаты да то есть в это время он вам не платит пока вы самостоятельно вот он говорил про рабочего это средство производства которое доставляет себя на работу и обратно за свой счет сам заботиться о своем ремонте и поддерживать себя в рабочей форме вот как бы кто рабочий и что необходимо выходить из этого не гордиться тем что я рабочий да там не культивировать в себе вот эту там пролетарскую идентичность а думать о том как я могу реконструировать и вообще свою жизнь и когда он говорил о том что каким образом можно вообще типа уменьшить да ты по как можно упразднить работу да если вот он крик текует что он предлагал он говорил что во первых можем количественно да это снизить объем работы точнее качественно нет точнее коле извините количественно этому он говорил про снижение рабочего времени мы тоже в нем сегодня упоминали без в принципе без слишком сильных и ради радикальных отражений на нашем благосостоянии то есть возможно что-то изменится но не так радикально что нам мы перестанем не знаю свет у нас отключится или что-то в этом роде а также снизить количество вот этих буллшит джобс о которых писала дэвид гребер то есть мы снимаем какое-то бремя которое не нужно выполнять вообще за счет этого еще больше снижается количество всей работы которую нужно выполнять вообще ну там словно в мировом масштабе снижается время потому что как бы людей освобожденных от бредовых работ становится больше и он говорит про качественное упражнение это преобразовать полезную работу в игру да то есть создать то есть когда создание созидание производства предоставление каких-то услуг станет развлечением ну ты станет вот что-то может быть о чем говорил ты когда ты говорил мне нравится общаться с людьми мне нравится чувствовать себя важным мне нравится не не быть монотонным и меняться сегодня я делаю одно завтра другое и при этом я чувствую что я что-то меняю да или как бы я вижу какой-то там свой результат я не чужден и собственно как бы он говорил еще про различные там технологии но он говорил что он критически ну то есть он не против любых технологий которые смогут в принципе например создавать какие-то программы для уничтожения скуки и усталости но это не должно выглядеть так что ну то есть но в целом он говорит что обычно как бы все все технологии обещают нам всегда что они сделают что-то лучшее но как бы он там приводил какую-то статистику что пока не было тому доказательств и что почти любая технология в конечном итоге закрепощала человека еще больше и как бы наоборот увеличивала время или увеличила время других людей которые затрачивают на эту технологию и что-то кого-то освобождает но существует условно куча тестировщиков которые просто там что-то тестируют в это время да и вот что он говорил что вот и когда мы все это отбросим ненужность бред останутся только список дел которые надо сделать и люди которые возьмутся это сделать да и вот он говорил что да окей есть то что люди хотят делать ну вот например они будут всегда не всегда что какие-то задачи люди захотят делать и это так часто бывает жизни есть люди которые хотели бы делать иногда и недолго да как бы какие-то дела и это тоже ок то можно меняться ротироваться есть то что при неприятно делать одному или по приказу да если там сделать вместе согласен да или там когда над тобой кто-то стоит приказывает убираем иерархию боблэк считает что это уже мотивирует человека намного больше чем что-то поэтому его лозунг пролетарии всех стран расслабьтесь вот как бы достаточно провокационно звучит ну вот собственно пробова блэка оформлю то что я сказала в конкретные предложения да и то что вытекает в принципе из слов тех кто говорил передо мной мы говорили про когда мы говорили про наркоммунизм и так далее про самоуправление самоорганизацию да что в принципе людям должна быть предоставлена возможность участвовать до в принятии решения относительно того что они производят как они производят кому они это продают на чем они это производят куда они отправляют мусор хотят ли они этим заниматься и так далее вот и чтобы людям не нужен контроль чтобы что-то производить если они в этом видят необходимость и уничтожение каких-то иерархии каких-то линий начальников будет способствовать а также устранять излишнюю специализацию когда человек как бы отчужден от того что он вообще производит другой способ точнее пункт который здесь важно упомянуть это то что мы говорили когда мы говорили про капитализм вот это вот развитие вот этой культуры того что нам не нужно столько вещей просто потому что нам их рекламируют и экономика должна перестать быть направленной на продажу любой ценой и как бы не перестанет отпадет необходимость делать один и тот же продукт разными производителями если он будет достаточно хороший можно будет делать одну не знаю фирму которую будет покупать все или там две которые которые будут взаимодополнять друг друга и им не придется конкурировать между собой рекламировать себя и прочее прочее вот если мы видим также здесь можно сказать про централизацию да что часто какой то есть план например что там для того чтобы существовал какой то завод необходимо там не знаю тысячу там тракторов произвести чтобы они потом гнили во дворе и в это к этому тоже нужно подходить по-другому что если мы видим что нет никакого-то спроса что-то можно закрывать перри как бы переосмысливать переквалифицировать переводить на другие рельсы модифицировать и так далее мы говорили про упражнение бесполезных работ я здесь уже сильно много не буду повторяться также снижение рабочего дня мне казалось показалось что достаточно много доказательств тому что это уже можно сделать и всеобщий и бесплатный доступ к товарам и услугам это вот из анархо коммунизма к нам перекочевала сюда в этот слайд то есть где говорилось о том что в принципе если люди будут взаимодействовать добровольно и самоорганизованно друг с другом кооперироваться будут где-то меняться ротироваться на различных работах и поэтому и мне не будет будет нет не будет необходимости в том чтобы как-то накопительствовать обогащаться за счет кого-то и можно будет сделать какую-то систему не знаю доступов к услугам это можно ну как это можно сделать на самом деле эта тема для у нас будет отдельный отдельный урок по поводу как как все таки тогда анархизм мог бы существовать да типа вот в обществе будем ли мы говорить про какие-то не знаю удостоверение по которой можно будет да там что-то получать или нет да то есть это же есть очень разные подходы когда мы говорим что ну естественно анархизм в мировом масштабе не наступит за один день да ты как нам как нам вообще вот эти кому эти склады будут открыты кто их там будет охранять будет ли мы садить тюрьму тех кто будет воровать и так далее вот то есть эта тема для другого обсуждения вот там осталось наверное еще литература и наверное вот у меня все по поводу этого и можно какие-то целом сейчас до типа это пространство открыто для комментарий каких-то ссылок отсылок на любое на любые вещи которые мы здесь говорили если вы еще помните да да вопрос больше к тому еще к одному из первых спальтов первой насчет того что капиталисты не хотят складывать в рабочих избыток капитала я слышал от защитников капитализма собственно такую идею что капитализму не конкретная организация как системе выгодно чтобы люди были богаче потому что чем они богаче тема не больше тратят и капитализм также работает но мне кажется это было очень похоже на то что говорилось про покупательскую способность да что как бы это и есть антагонизм капитализма да что с одной стороны нужно необходимо производить все максимально дешево ну я имею ввиду себестоимость этого продукта должна быть максимально дешевый для того чтобы его продать подороже но для того чтобы продать подороже необходим рынок людей которые ли на потребителей которые будут способны заплатить именно такую цену и в этом и смысл да и почему например по саври по со временем мы когда готовились ты сказала такую фразу да о том что есть миграция капитала да но нет да капитал двигается труд не двигается но имеется ввиду да есть трудовая миграция но в целом как бы люди не знаю бангладеш работают бангладеш да но капитал двигается туда где ему удобней производить что-то дешевле если в америке куча трудового законодательства которое нужно выполнять минимальные зарплаты которые нужно платить для того чтобы люди там могли купить да ну потому что им же какую-то потребительскую корзину рассчитана да они должны зарабатывать не знаю сколько сейчас в америке зарабатывают ну представим две тысячи долларов чтобы там как бы что-то купить если они перестают получать возможность что-то купить капитализм переезжает бангладеш там производит не за 10 долларов а за доллар какую-то майку привозит обратно и продает ее за 30 долларов этому же американцу и этот же американец получается в минусе мало того что в минусе потому что он не покупал переплачивать за себестоимость кучу плюс у него уходят рабочие места и это как бы как раз то ну насчет чего например очень многие то есть очень многие заводы предприятия закрылись в америке да и очень многие люди стали ну в принципе многие бездомными и безработными и как бы на это постоянно обращалось внимание но потом что мы видим потом у нас формируется просто другая идентичность о том что она ну это не капитал или капиталисты как бы виноваты потому что ну можно же их понять любой же хочет сделать дешевле себе что-то да и заработать деньги ты же тоже хочешь заработать то есть мы идентифицируем себя и вот тоже у гребера есть я не хотела бы это упоминать у него есть такая статья в которой он говорит про перекошенные системы воображения когда мы идентифицируем себя с кем-то кто нас угнетает и думаем за него как ему было бы лучше ну мы можем же войти в положение капиталист никогда не думает о том блин реально я наверно бы так не смог да вот не знаю как себя чувствует сейчас этот работник которому я там разрешаю только два раза в туалет сходить за день он никогда не думает он не занимается этим эмоциональным трудом эмоциональным трудом и пытай попыткой понять и себе объяснить что происходит с эксплуатируемым занимается только тот человек который эксплуатирует чтобы хоть как-то ну понять почему со мной что-то не так да почему со мной так обращаются вот и поэтому мне кажется и за ответила ли я на вопрос но да то есть вот как бы вот эти потребительские корзины начинают мигрировать да как бы и просто возвращаются как бы из других то есть вот это глобальный рынок он просто способствует тому чтобы капитализм оставался капитализм не может быть замкнут на одной системе до на одной стране тоже как и анархизм ну как бы да это мы говорим а как как сделать анархизм в одной стране не получится же да так вот и капитализму тоже сложно и поэтому он все время пытается заработать новые рынки и почему например тот же мвф дает кредиты не потому что как бы это благотворительная организация это просто организация которой выгодно чтобы развивались новые рынки и мы поэтому готовы заплатить даже но потом вы вернете там с максимальными процентами что-то я поняла в чем смысл когда я говорю выпускать один продукт я не говорю что выпускать один продукт для 7 миллиардов людей например выпускать один шампунь для 7 миллиардов людей то есть один шампунь может выпускать один завод ну там на десять тысяч людей в другой завод в германии будет выпускать свой шампунь но это значит что им просто не нужно будет лореаль полмалиф еще что-то еще что-то чтобы как-то наполнить магазины вот понятно что если этот шампунь будет плохой найдутся другие люди которые произведут хороший шампунь и как бы и ну этот шампунь станет более за востребованным